Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы продолжаем наш практический курс «Английский язык с нуля до продвинутого уровня по приложению English Galaxy». В этом уроке мы с вами начинаем отрабатывать на практике самые важные, правильные глаголы английского языка. Да, смотрите. Первый глагол «explain» – объяснять. «Explain» – «Она не объяснила эту вещь». Она не объяснила. «She didn't explain» – «эту вещь» – «this thing». «She didn't explain this thing». «Она не объяснила эту вещь». «She didn't explain this thing». Вопрос. Как он объяснил это? Как? How? Он вначале стоит вспомогательный глагол «did», «how did», «он», «he», «how did he», «объяснил это», «explain it», «how did he», «explain it», «как он объяснил это», «how did he», «explain it». Да, смотрите, в английском языке есть неправильные глаголы, а есть также правильные глаголы. И дело всё в том, что часто внимание уделяется именно неправильным глаголам, точнее, только неправильным глаголам. Но это неверно, потому что делается просто огромнейшее количество ошибок в употреблении правильных глаголов. Поэтому мы с вами будем отрабатывать и правильные, и неправильные глаголы. Это очень важно. Save, сохранять, спасать. Save. Я сохранил этот документ. Я сохранил этот документ. This document. I saved this document. I saved this document. Я сохранил этот документ. I saved this document. I saved this document. Они спасли его жизнь. Они спасли. They saved его жизнь. His life. His life. They saved his life. They saved his life. Они спасли его жизнь. They saved his life. Я сохранил все эти файлы. Я сохранил. I saved all these files. I saved all these files. Я сохранил все эти файлы. I saved all these files. Marry переводится как «жениться» и также «выходить замуж». «Мэри». 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 Запомните фразы «Мэри хим» – «выходить замуж за него». «Мэри хим» и «Мэри хэр» – «жениться на ней». «Мэри хэр». «Мэри хим». «Мэри хэр». «Мэри хэр». То есть, видите, здесь в английском предлог не переводится. «Мэри хэр». «Она вышла замуж за него». «Она вышла замуж». «Ши мэрид за него». «Хим». Также, видите, по-английски здесь предлог не переводится. И получается «ши мэрид хим». «Ши мэрид хим». «Он женился на ней». «Хи мэрид хэр». «Она вышла замуж за него». «Ши мэрид хим». Далее смотрите. Запомните такую фразу «Гэрт мэрид». «Гэрт мэрид». Переводится как «пожениться». «Гэрт мэрид». Например, мы хотим сказать «Они поженились». Ведь если нет указания там «на ком» или «за кого», то здесь просто используется фраза «гэрт мэрид». Вначале «пожениться». И получается, мы скажем «Они поженились», «они» «they». Далее нужна прошедшая форма от «гэрт». Это глагол неправильный. Вторая форма «гэрт». «Гэрт мэрид». Переводится «Они поженились». «Гэрт мэрид». Да, необходимо запомнить данную фразу «гэрт мэрид». «Они поженились». «Гэрт мэрид». «Мува», «двигать» и также имеет значение «переезжать». «Мува». То есть, когда мы указываем какую-то страну, то используем именно предлог «to». «Мува» «то Америка». «Мува» «то Америка». «Они переехали в Америку». То предлог именно «to». По аналогии скажем «он переехал в Англию». «Он переехал в Англию». «Он переехал в Англию». «He moved to England». «Сим» «казаться». «Этот тест казался таким лёгким». «Этот тест», «this тест», «казался», «seemed», «this test seemed таким лёгким». «Этот тест казался таким лёгким». «Хорошо, а как сказать «всё казалось таким сложным». Смотрите, мы с вами по умолчанию используем слово «everything» «everything» в значение «всё». Вообще «every» — это «каждый thing вещь». Получается дословно «каждый вещь». «Everything». Но здесь именно в одно слово «everything» и приводится как «всё». «Everything», «everything» казалось «seemed» таким сложным. «So difficult». «Everything seemed so difficult». «Everything seemed so difficult». В принципе, также в этом контексте встречается ещё слово «all». Переводится так же, как «всё», но очень часто «everything». И по умолчанию используем «everything», поэтому здесь говорим «всё казалось таким сложным». «Everything seemed so difficult». Хорошо. Как мы скажем, «это предложение казалось очень интересным». «Предложение» в смысле, когда нам что-то предлагают, и используем слово «offer». «Оффер». «Это предложение». «This offer» казалось «seemed». «This offer seemed», «очень интересно», «very interesting». «This offer seemed very interesting». «This offer seemed very interesting». «Это предложение казалось очень интересным». «This offer seemed very interesting». «Хорошо». А как сказать «мне казалось, что я был прав». Итак, вспоминаем фразу «мне кажется, что…» «Это будет «it seems to me that». «It seems to me that». «А как сказать «мне казалось, что…»?» «Просто seem ставится в прошедшем времени». «Мне казалось, что…» «It seemed to me that». «It seemed to me that». «Да, кстати, ещё раз хочу напомнить, что мы с вами сейчас тренируем именно правильные глаголы. А что это значит?» «Как они образуются в данное время?» «Past simple». Общий случай «да» просто добавляется «иди». «Сим казаться». «Иди добавили». «Симд казалось». В этом и простота как разданных правильных глаголов. Да, получается «it seemed to me that». «Я был прав». «Я был». «Быть» — это неправильный глагол. Если «I», то форма «was». «I was» — прав, «right». «I was right». «It seemed to me that I was right». «It seemed to me that I was right». «Мне казалось, что я был прав». «It seemed to me that I was right». Далее, по аналогии скажем «мне казалось, что это была ошибка». «Мне казалось, что...» «It seemed to me that...» «Это была...» «Быть» — это неправильный глагол. «Это была...» «It» значит «was». «It was...» «И ошибка». «Говорим не просто «mistake», а, разумеется, с артиклем «a mistake». «It was a mistake». «It seemed to me that...» «It seemed to me that...» «It was a mistake». «Мне казалось, что это была ошибка». «It seemed to me that...» «It was a mistake». «Терн...» «Повернуть...» «Терн...» «Запомните данные фразы». «Терн райт...» «Повернуть направо...» «Терн райт...» «Терн лэфт...» «Повернуть налево...» «Терн лэфт...» «Терн райт...» «Терн лэфт...» «Он повернул направо...» «Он повернул...» «Хи терн д...» «Направо...» «Райт...» «Хи терн д...» Он повернул направо. Мы повернули налево. Мы повернули. We turned налево. Left. Мы повернули налево. We turned left. Earn. Зарабатывать. Earn. Earn. Он заработал достаточный денег. Он заработал. He earned. Достаточно денег. Достаточно будет enough. Денег money. Enough money. He earned enough money. He earned enough money. Он заработал достаточный денег. He earned enough money. Вопрос. «Сколько денег ты заработал там?» Итак, видите, «Сколько денег» — это вопросительная конструкция. «Money» — неисчисляемая в английском. Поэтому фраза «Сколько денег?» How much money? How much money ты? Did you? How much money did you? Заработал там? Earn there. Earn there. How much money did you earn there? How much money did you earn there? Сколько денег ты заработал там? How much money did you earn there? Produce — производить. Produce. Produce. Вопрос. Что они производили? Что? What? Они — did they? What did they? Производили. Produce. What did they produce? What did they produce? Что они производили? What did they produce? Они производили одежду. Они производили. They produced. They produced. Да, видите, у правильных глаголов окончание — иди. They produced. Одежда будет close. Close. Видите, да, в английском это множественное число, поэтому артикль здесь не ставится. Получается просто They produced clothes. They produced clothes. Они производили одежду. They produced clothes. Listen переводится как «слушать». Ну да, запомните следующую фразу. Listen to. Это «слушать что-то кого-то». То есть здесь обязательно нужно поставить предлог to, когда есть указание именно «что-то кого-то». Listen to. Listen to. Например, скажем «Я слушал его». Или, в принципе, также можно перевести «я послушал его». Я слушал. I listened. И далее не просто listened. Раз есть указание «кого», то listened to. I listened to его, him. I listened to him. I listened to him. Я слушал его. Или я послушал его. I listened to him. Я часто слушал музыку. Фраза «слушать музыку». Listen to music. Listen to music. Я часто. I often. Слушал. Listened. Музыку. Не просто music, а to music. Listened to music. I often listened to music. I often listened to music. Я часто слушал музыку. I often listened to music. Беспокоиться по-английски будет worry. Да, можно услышать произношение worry, или же также worry. И так, и так правильно. То есть или worry, или worry. Переводится как беспокоиться. И так скажем. Я не беспокоился об этом. Я не. I didn't. Беспокоился. Worry. I didn't worry. Об этом. About it. I didn't worry about it. I didn't worry. About it. Я не беспокоился. Об этих вещах. Я не беспокоился. I didn't worry. I didn't worry. Об. About. Этих вещах. These things. About these things. I didn't worry. About these things. I didn't worry. About these things. Я не беспокоился. Об этих вещах. I didn't worry. About these things. Interest. Если глагол, то переводится как интересовать. Interest. Да, interest — это глагол. Интересовать. И interest также можно перевести как интерес. Это основные значения данного слова. Interest. Скажем. Это не интересовало меня. Это не. It didn't. Интересовало. Interest. It didn't interest. It didn't interest. It didn't interest me. It didn't interest me. Эти вещи не интересовали меня. Эти вещи. These things. Не интересовали. Didn't interest. Меня. Меня. Me. These things. Didn't interest. Me. These things. Didn't interest. Me. Эти вещи. Не интересовали меня. These things. Didn't interest. Me. Stay. Оставаться. Находиться. Stay. Запомните данную фразу. Stay at home. Оставаться дома. Stay at home. В принципе, да, грамматически можно сказать и без at. Просто stay home. Но часто говорят именно так. Поэтому мы с вами по умолчанию используем данную фразу stay at home. Stay at home. Скажем. Я остался дома. Я остался. I stayed дома at home. I stayed at home. I stayed at home. Я остался дома. I stayed at home. Отлично. А как сказать? Я решил остаться дома. Смотрите. Решать. Решить что-то сделать. По-английски будет decide to плюс глагол. Decide to плюс глагол. То есть, далее, после decide, после формы decide ставится to. То есть, я решил будет I decided. И далее, раз идет глагол, то вначале ставится to. Получается, I decided to. I decided to. Я решил остаться дома. Это фраза stay at home. I decided to stay at home. I decided to stay at home. Я решил остаться дома. I decided to stay at home. Include. Включать. Include. Include. Они включили мое имя. Они включили. They included. Мое имя. My name. They included my name. They included my name. Вот далее пример немножко посложнее. Подумайте, как сказать. Цена включала эту услугу. Как будет цена? Дословно, цена будет price. Price. Но что мы помним? Что если с вами у нас единственное число, просто так без артикля ставить нельзя. Необходимо ставить артикль. Помните, мы говорили, в начале предложения очень часто ставится именно артикль the. И тем более здесь контекст, именно в значении эта цена или та цена, конкретная цена, поэтому ставится the. Получается, цена, правильно говорить, the price, то есть именно в значении эта цена или та цена, the price. Далее включала, included, the price included, эту услугу. This, и услуга будет service. The service переводится как услуга, сервис. Service, this service. The price included this service. The price included this service. Цена включала эту услугу. The price included this service. Также переходите в наши социальные сети, где мы выкладываем дополнительные полезные материалы. Ссылки в описании. Спрашивать по-английски будет ask. Это британский вариант произношения ask, американский ask. Итак, спрашивать ask или ask. Вопрос. Что она спросила у тебя? Что? What? Она спросила. Did she ask? What did she ask? А вот далее, как сказать у тебя? Эта фраза просто ask you. Видите, здесь в английском предлог не переводится. Ask you. Или ask. И далее говорим, кому это относится сразу. Получается, what did she ask you? What did she ask you? Что? Она спросила у тебя. What did she ask you? Далее запомните фразу. Ask a question. Задавать вопрос. Ask a question. Я задал ей вопрос. Я задал. I asked. Ей. Her. I asked her. Вопрос. Не просто question, а a question. A question. I asked her a question. I asked her a question. Я задал ей вопрос. I asked her a question. Fail. По-английски переводится как провалить, завалить. В смысле какой-то экзамен, какой-то тест. Да, запомните данные фразы. Fail the exam. Завалить экзамен. Fail the exam. Fail the test. Провалить тест. Fail the test. Да, в этих фразах используется именно определенный артикль the. Fail the exam. Fail the test. Отлично. Давайте перейдем к примерам. Как мы скажем. Она завалила экзамен. Она завалила. She failed. И далее говорим экзамен с артиклем. С определенным артиклем. The exam. She failed the exam. She failed the exam. Она завалила экзамен. She failed the exam. Он провалил свой последний экзамен. Он провалил. Он провалил. He failed свой. То есть его his. И используем фразу. Последний экзамен. Final exam. Final exam. His final exam. He failed his final exam. He failed his final exam. Он провалил свой последний экзамен. He failed his final exam. Следующий глагол look. Можно перевести как смотреть или же посмотреть. Look. Также запомните данную фразу. Look at. Это смотреть на или же посмотреть на. То есть в этом контексте, в этом значении используется именно предлог at. Look at. Смотреть на. Посмотреть на. Запомните данные фразы. Look at it. Смотреть на это. Look at it. Look at her. Смотреть на нее. Look at her. Look at him. Смотреть на него. Look at him. Далее, например. Смотреть на этот слайд. Смотреть на. Look at. Этот слайд. This слайд. Та слайд так и будет слайд. Look at the слайд. Look at the слайд. Скажем. Я посмотрел на него. Я посмотрел. I looked на. Итак, помню, что в этом контексте там смотреть на используется именно предлог at. I looked at. Него. Him. I looked at him. I looked at him. Я посмотрел на этот слайд. Я посмотрел на. I looked at. Этот слайд. This slide. I looked at this slide. I looked at this slide. Я посмотрел на этот слайд. I looked at. This slide. Контролировать по-английски будет control. 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 Видите, здесь именно звук. Control. Control. Можно перевести как контролировать и также контроль. Control. Скажем. Он контролировал свой бизнес. Он контролировал. He controlled. Свой бизнес. Дословно, его бизнес. His business. He controlled. His business. Да, видите, здесь просто особенность в прописании. И на это бывает так, что согласный удваивается, как здесь, видите, двойная L. Controlled. He controlled. His business. Он контролировал. Свой бизнес. He controlled. His business. Далее, как мы скажем, я все контролировал. По умолчанию, если слово все само по себе, то мы используем слово everything. Everything. Everything в значении все. Я все контролировал. Но по-английски дословно мы говорим так. Я контролировал все. Я контролировал. I controlled. И everything ставятся в конце. Everything. Everything. I controlled everything. I controlled everything. Я все контролировал. Или же дословно я контролировал все. I controlled everything. Talk. Переводится как говорить. Talk. Смотрите, здесь просто долгий звук О. Talk. Talk. Звука Л здесь нет. Talk. Фраза «говорить о чем-то». С talk получается talk about. Talk about. Говорить о чем-то. Скажем. Мы говорили о политике. Мы говорили. We talked. Мы говорили о разных вещах. Мы говорили о разных вещах. Разных. Дифферент. В вещах. Things. Different things. We talked about different things. We talked about different things. Мы говорили о разных вещах. We talked about different things. Делиться по-английски будет share. Share. Итак, скажем. Я поделился этой информацией с ней. Я поделился. I shared. I shared. Этой информацией. This information. The information переводится как информация. This information. I shared. I shared. This information. С ней. With her. With her. I shared. This information. With her. I shared. This information. With her. Я поделился. Этой информацией с ней. I shared. This information. With her. Ну, хорошо. Как сказать? Я поделился этой ссылкой с ним. Я поделился. I shared. I shared. Этой ссылкой. Ссылка по-английски будет link. Link. Этой ссылкой. This link. I shared. This link. С ним. With him. With him. I shared. I shared. This link. With him. I shared. This link. With him. Я поделился. Этой ссылкой. С ним. I shared. This link. With him. Следующий глагол. Offer. Предлагать. Offer. Но, в принципе, offer. Переводится как предлагать. И также имеет значение предложение. Offer. Offer. Скажем. Он предложил мне свою помощь. Он предложил. He offered. He offered. Мне. Me. He offered me. Свою помощь. То есть, его помощь. His help. He offered me. His help. He offered me. His help. Он предложил мне свою помощь. He offered me his help. Вопрос. Что они предложили? Что? What? Они. Did they? What did they? Предложили. Offer. What did they offer? What did they offer? Что они предложили? What did they offer? Готовиться. По-английски будет prepare. Prepare. И запомните фразу. Prepare for. Готовиться к. Prepare for. То есть, да, грамматически здесь необходимо использовать именно предлог for. Prepare for. Например, фраза. Prepare for this test. Готовиться к этому тесту. Prepare for this test. Prepare for this test. Хорошо. Давайте все разберем на конкретных примерах. Вопрос. Ты подготовился к этому тесту? Ты подготовился? Did you prepare? Did you prepare к? А фраза. Prepare for. Поэтому did you prepare for? Этому тесту? This test. Did you prepare for this test? Did you prepare for this test? Другой вопрос. Как ты готовился к этому экзамену? Как? How? Ты готовился? Did you prepare? How did you prepare к? Именно for. Так что prepare for. Этому экзамену. This exam. How did you prepare for this exam? How did you prepare for this exam? Как ты готовился к этому экзамену? Как ты готовился к этому экзамену? Как ты готовился к этому экзамену? Следующий глагол. Visit. Переводится как посещать. Visit. В принципе, также можно перевести как визит-посещение. Visit. Скажем. Я хотел посетить это место. Я хотел... Посетить. Не просто visit, а остается to, потому что мы используем форму want, to и глагол. Учается, я хотел посетить. I wanted to visit. Это место. Скажем. Я посетил Италию в прошлом году. Я посетил... В прошлом году эта фраза last year. Я посетил Италию в прошлом году. Следующий глагол. Watch. Переводится как смотреть. Watch. Скажем. Я смотрел этот видеоурок. Я смотрел... I watched... Этот... This... Видеоурок будет... Video lesson. Video lesson. I watched this video lesson. I watched this video lesson. Я смотрел одно видео. Или, в принципе, также можно перевести я посмотрел одно видео. Я смотрел... Я смотрел одно видео. Или также, как вариант, я посмотрел одно видео. I watched one video. Arrive переводится как приезжать, пребывать. Arrive. Arrive. Скажем, используя форму arrive. Он приехал домой раньше. Он приехал... He arrived... Домой... Home. He arrived home... Раньше по-английски будет... Early. Early. Да, рано будет... Early. А раньше... Early. He arrived... Home early. He arrived... Home early. Скажем... Мы прибыли в... Цельные Штаты. Мы прибыли... We arrived... В... Да, если мы говорим... Прибыли в какой-то город, в какую-то страну, то используем in. We arrived in... Цельные Штаты... The United States. We arrived in... The United States. We arrived in... The United States. Мы прибыли... В... Соединенные Штаты. We arrived in... The United States. Тренироваться... По-английски будет... Train. Train. В принципе, да, train переводится... Тренироваться... И также train можно перевести как поезд. Но если глагол, то именно train... Тренироваться. Train. Скажем... Я тренировался... Очень интенсивно. Я тренировался... Я тренировался... Я тренировался... Я тренировался... Я хотел тренироваться более интенсивно. Я хотел... Я хотел... Тренироваться... Видите, далее глагол... После want... Значит, разделяем с помощью... I wanted... To train... I wanted to train... Более... More... Интенсивно... Intensively... More... Intensively... Я хотел... Тренироваться... Более... Интенсивно... I wanted... To train... More... Intensively... Я хотел... Тренироваться... Более интенсивно... I wanted... To train... More... Intensively... Танцевать... По-английски будет... Dance... Есть и британский вариант произношения... Или же... Dance... Есть это американский вариант... Итак, танцевать. Dance или же dance. Я не хотел танцевать. Я не хотел. I didn't want. Танцевать. Ведь и want, to и далее глагол. То есть want to dance. I didn't want to dance. I didn't want to dance. Я не хотел танцевать. I didn't want to dance. Мы танцевали вместе. Мы танцевали. We danced. Вместе. Together. Together. We danced together. We danced together. Мы танцевали вместе. We danced together. Следующий глагол. Live. Жить. Live. Мы жили очень счастливо. Мы жили. We lived. Очень. Very. А счастливо по-английски будет happily. Happily. Very happily. Очень счастливо. Да, смотрите. Happy. Переводится как счастливый. А le. Это суффикс многих наречий. То есть happily. Переводится как счастливо. Very happily. Очень счастливо. Мы жили очень счастливо. Мы жили очень счастливо. We lived very happily. Хорошо. А как будет? Он жил в Америке. Он жил. He lived в Америке. He lived in America. He lived in America. Он жил в Америке. He lived in America. Следующий глагол. Звонить. По умолчанию. По-английски используем глагол call. Call. Звонить. Запомните фразы. Call back. Перезвонить. Call back. Call me back. Перезвонить мне. Call me back. Call her back. Перезвонить ей. Call her back. Итак. Call back. Call me back. Call her back. Как сказать? Она перезвонила мне. Она, she, перезвонила мне. Called me back. She called me back. То есть, me здесь ставится именно посередине. Да, мы ранее говорили, что местоимение здесь ставится именно посередине. То есть, между формой call и back. She called me back. Она перезвонила мне. She called me back. А как сказать? Я решил перезвонить ей. Я решил. I decided. I decided. Далее перезвонить ей. Идет глагол. Непродная форма. Что делать? Поэтому ставится to. То есть, I decided to плюс глагол. I decided to. Перезвонить ей. To call her back. I decided. To call her back. I decided. To call her back. Я решил. Перезвонить ей. I decided. To call. Her. Back. Смотрите данный видеокурс и отрабатывайте весь пройденный материал в приложении English Galaxy для достижения максимального эффекта. До встречи. Bye-bye. Субтитры создавал DimaTorzok